Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в тексте с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в Англии. Этот релиз мы с вами ожидаем в 6.00 по GMT прям совсем скоро. 8.00 по GMT состоится выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Но честно говоря, на евро я в последнее время не делаю какую-то большую ставку, потому что жду более интересных движений по индексу доллара, а индекс доллара и пара евро-доллара имеют практически стопроцентную корреляцию. Чтобы не иметь два одинаково движущихся инструмента в портфеле одновременно, я, собственно, выбрал, что сейчас более интересен именно индекс доллара. В 14.30 по GMT ждем отчет по запасам нефти США от администрации энергетической информации. И в 18.00 по GMT, пожалуй, самый важный релиз для доллара в рамках этой недели – протоколы последнего заседания американского регулятора. Да, кто-то скажет, что протоколы – это, по сути, еще один взгляд на событие, которое уже миновало. То есть это итоги повторные, которые можно будет подвести на основании того заседания, которое состоялось месяц назад. Это так, но в протоколах, как правило, могут содержаться детали, отдельные указания представителей американского регулятора на те планы, либо действия, которые могут последовать касательно ключевой процентной ставки. Нам, конечно же, сейчас нужно получать как можно больше сведений, каких-то признаков того, что американский регулятор либо сохранит статус-кво в течение продолжительного периода времени, либо созреет на какое-то важное ответственное решение по изменению монетарной политики. Потому что только от этого уже будет зависеть то, что впоследствии произойдет с американской валютой. Ну что, давайте по порядку. Индекс доллара 104.50. Пока что американская валюта стабильна, нету каких-то статистических релизов. Мы работаем с риторикой представителей Федрезерва. Я не буду сегодня повторяться. Кому интересно, я думаю, то, что в многих источниках информации, которые посвящены как раз финансовым рынкам, можно прямо по тезисам посмотреть, что говорили Барр, Джефферсон, Лоретта Мейстер, Бостич. Их риторика в целом, если объединить общими тезисами, она соответствует нашим с вами ожиданиям. Того, что американская монетарная политика сейчас должна оставаться ограничительной, ставка должна оставаться высокой, нужно ждать большего прогресса в ослаблении инфляционного давления и пока еще рано делать выводы на основании одного слабого отчета по рынку труда и одного отчета по снижению инфляционного давления. То есть, разными словами, опять же, эти представители Федрезерва заворачивали идею того, что ФРС не готов на текущем этапе начать замечать экономическую политику, я это многократно подчеркивал со своей стороны и делал акцент на то, что в текущих условиях доллар имеет достаточно по-прежнему фундаментальных оснований, чтобы вернуться к траектории восходящего движения. Имейте это в виду, друзья. Протоколы сегодняшнего, протоколы заседания, которые состоялся в прошлом месяце, когда ставку оставили на уровне 5,5%. Там, конечно же, наследие, опять же, от заявлений Паула о том, что ограничительная политика – это выбор номер один для Федрезерва. И когда будет возможность рассмотреть сроки по смягчению экономической политики, все это зависит от фундаментальных отчетов. Но, скорее всего, раньше сентября это не последует. Я полагаю, что в каком-то формате на эти тезисы мы сегодня снова с вами обратим внимание, потому что протоколы как раз будут подтверждать повторно, почему американский регулятор сейчас сохраняет и сделал выбор в пользу ограничительной политики. Очень надеюсь на то, что доллар сможет получить локальную поддержку сегодня и, соответственно, выйти, приблизиться хотя бы к сопротивлению 105 пунктов. Хотя, с другой стороны, понимаю, что при всем уважении к протоколам вряд ли это событие может стать источником прям серьезного роста американского доллара. Нужно ждать фундаментальные отчеты. До конца этой недели у нас будут еще завтра индексы активности производственного сектора и сферы услуг, и в пятницу заказан товар деятельного пользования. Вот эти отчеты могут привнести более интересную динамику и волатильность на финансовые рынки. По золоту я пока оптимист, считаю, что золото может легко развить еще больше рост и превысить отметку 2350 долларов за тройскую унцию. Растут геополитические риски или, если даже они не увеличиваются значительно, то неопределенность на рынке с стороны Ближнего Востока, безусловно, сохраняется. Есть признаки восстановления китайской экономики, особенно после новых мер экономического стимулирования, которые были анонсированы 17 мая, для того, чтобы поддержать рынок недвижимости, остающийся в кризисе. Растет спрос на золото со стороны центральных банков из-за возросших санкционных рисков. Сантимент пока 40-60, то есть меньшинство, остается в длинных позициях, но это, правда, не экстремумы по уровням, на которые мы обычно обращаем внимание. В совокупности этот фонд пока дает мне уверенности в том, что скорее можем сходить на более высокие ценовые уровни, нежели чем перейти к какой-то значительной мощной коррекции. Британская валюта 1,2710. Очень интересно будет посмотреть за реакцией пункта на сегодняшний отчет по инфляции, потому что там могут быть сюрпризы. Даже по прогнозам, если посмотреть на отчет, инфляция в прошлом месяце могла снизиться с 3,2% до 2,1%, и если эти ожидания оправдаются, то я не ожидал, что скажу это, но английская экономика, судя по всему, станет первым регулятором, точнее первой экономикой, а банк Англии первым регулятором, который стоит за этой экономикой, который смог выполнить задачу обеспечить устойчивое возвращение инфляции к целевому значению. И, конечно же, нужно делать выводы, что если инфляция окажется в районе практически целевого ориентира, то тогда банку Англии точно можно будет снизить процентную ставку. Зачем ее держать высокой, если основная задача выполнена? Базовый индекс потребительских цен, кстати, тоже скорректируется. Ожидание снижения со 4,2% до 3,6%. Вчера очень рассчитывал на то, что Бейли будет конкретен в своих заявлениях касательно планов Банка Англии по изменению политики, но никакого заявления, комментария по этому вопросу сделано не было, но я думаю, вы это и сами прекрасно заметили, потому что британская валюта завершила вчерашнюю торговую сессию с диапазоном входа буквально в 15-20 пунктов. Это очень мало. Если мы увидим по факту сегодня подтверждение цифры значительного ослабления инфляционного давления, я думаю, можно будет поспекулировать на идее смягчения экономической политики, что потенциально может отправить пару фунт-доллар в район уровня 1,26. Доллар иена 156,30. Из обновленного новостного фона отмечу, пожалуй, только лишь последние заявления и буквально несколько часов Минфина Японии о том, что министерство очень сильно обеспокоено значительным ослаблением японской валюты в последнее время, потому что это ослабление уже начинает разгонять инфляцию и компенсировать рост заработных плат. Много раз на протяжении последних двух недель как раз делал акцент на это, на риски того, что Банку Японии и Минфину нужно контролировать текущую ситуацию с японской иеной, создать условия, при которых она будет укрепляться. Поэтому я, как и раньше, рассчитываю на снижение пары доллар-иена в район поддержки 150 иен за долг. Американский фондовый рынок S&P 500, новый исторический максимум, 5 345 пунктов, 150 пунктов до нашей цели, и нет никаких сомнений, что мы туда придем. И рынок нефти 82.30 сантимент. Вот здесь уже интересные значения 70.30, толпа по-прежнему находится в длинных позициях. И по фундаменту скажу следующее, что сейчас очень неоднозначная картина, потому что нет факторов, которые поддержали бы котировки нефти, и, соответственно, нет факторов, которые создали бы условия для стремительного снижения. При такой картине я все-таки полагаюсь на сантимент и думаю то, что, собственно, рынок нефти сможет легко добраться до уровня поддержки 80 долларов за баррель. Следующее фундаментальное событие, важное, это заседание ОПЕК, которое состоится 1 июня, а до этих пор целевой ориентир 80 по-прежнему актуален. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.